Здравствуйте! Сегодня я рассмотрю проблемы и основные способы их решения для скручивания в предплечьях и плечах моделей. А также немного коснусь темой корректирующих костей для имитации мышечной структуры при скининге персонажа. Сначала я рассмотрю твисты на абстрактных примерах с показанных решения разными способами, а потом покажу это на конкретной модели. Вот примерно максимальный костный обвес с имитацией мышечной структуры на примере вот этой модельки я сейчас демонстрирую. Давайте я покажу поподробнее, что собственно можно добиться, ну не в идеале, но по крайней мере на, так сказать, с небольшими трудозатратами относительно. Опять-таки не забываем, что это все для игровых моделей. Это не мультяшные, где можно использовать всякие деформеры и так далее. Это именно игровые модельки. Именно поэтому все на костях и без использования даже блиншейпов. Так, вот это вот, соответственно, что тут у нас еще крутится. Соответственно, вот запястье с отработкой заодно бицепса. Здесь запястье, видите, идет вследствие того, что очень длинная кисть у модельки, пришлось немножко корректировать. При боковых изгибаниях, соответственно, срабатывает. Так. Ну, собственно, начнем. Для начала откроем простую эту модельку. Я взял эту модельку именно потому, что она такая красивая, с красивыми мышцами. Во-первых, с красивыми большими мышцами. Во-вторых, у нее такие несколько нарочитые пропорции. То есть крупные запястья, крупные бицепсы. Это именно то, что и составляет проблемы обычно при скручивании. Так, давайте для начала... Смотри, для начала я взял, что вот этот модель, скелет, вернее, максимально простой. Вообще нет ничего лишнего. Никаких ни твистов, нет ничего. Давайте ее прискинем. Так, я посмотрю. Да. Давайте прискинем. Как это сделать по-быстренькому? Мы берем, выделяем все кости, выделяем модельку. Skin, BinSkin, Selected Joint, вот тут вот, Max Influence 1. Ну, это все стандартно. Советую также посмотреть мой предыдущий тутер по скиннингу моделек. И теперь прибежим вот к такому методу. Это такой новомодный... Создадим Deform Deltamush. Deltamush это шикардосный просто Deformer, к сожалению, которого нельзя применять в играх. Давайте здесь единицу. И немножечко его подскинем. Deformer Deltamush нельзя применять в играх, но в качестве промежуточной стадии можно использовать его. Почему нет? Так, давайте вот этот все прибей. Она нам нужна для получения первичного, так сказать, скина. Так, давайте теперь покрасим. Что делает этот Deformer Deltamush? Так, все, с ее помощью очень удобно вот так быстренько покрасили. Теперь, видите, я крашу только белым, исключительно. И он у меня хорошо разбрасывает на, так сказать, эти деформации, которые я делаю, как бы сказать, он пытается их вытянуть к дефолтной позе той, в которой мы ее назначали. Ну, в общем, неважно, неважно, собственно, пояснение. Главное, что мы вот тут грубо разбрасываем. Нам, собственно, вот такая вот точность и не нужна. Так, смотрим. Ну, вот так более-менее нормально. Давайте еще вот это выдвинем, посмотрим, что тут. А, как-то чересчур. Немножко вот сюда больше на подмышку идет. Так. Вот мы получили более-менее такая грубая. Теперь нам нужно перебросить этот деформер на, собственно, на скиннинг. Это вот тут у нас есть. Back Deformation to Skin Weight. Тоже интересная функция. Ее добавили, по-моему, только в этой майке. А, ну да. Она к зелененьким помечена, добавили только в этой майке. Сюда, значит, копируем источник. Не понял. Вручную. Меж является этот же. Так. Скелетон. Это корень. Сюда. Сюда. Номер Influencer 4. Apply. Вот он сейчас долго будет их вращать. И в результате вычислит среднее арифметическое. Что там нужно. В принципе, штука хорошая, великолепная. Но, к сожалению, она адекватно работает только с дельтамушем. Ну, адекватно передает более-менее близко к тому, что было. И не всегда она срабатывает. Почему иногда она не срабатывает, я не знаю. Я всякое перепробовал. Иногда бывает просто не срабатывает на некоторых модельках. Если не сработало, то работаете просто. Делайте классический скин. Через вот этот вот скиннинг метод. Ой, вернее. Сейчас. Вид Distribution. Блин, да где это? А, вот, господи. Бинт метод. Хейт мап. Тоже дает неплохой результат. И после применения, очень важная деталь. После применения вот этой вот запекания с деформеров. Идем в скин. Делаем тут Normalize Weight. Enable Weight Normalization. Обязательно это делаем. И еще раз Normalize Weight. Дело в том, что он почему-то после применения вот этого деформера выставляет нормализацию весов в пост. Так, собственно. Проверяем, что получилось. Ну вот, мы получили некий, некое, некое вот такое первичное разбрасывание веса. Ну, тут вот лишнее. Ладно, с этим мы потом разберемся. Давайте это потом. Это мы отсюда уберем. Что у нас тут? Вот это вот, небось. Да. Убрали. Смотрим. Ладно, сойдет. Так, после этого мы берем и начинаем уже по-нормальному скинить. То есть здесь тут подскинили. Видите, тут вообще весов не получилось. Вот здесь. Кстати, обратите внимание, что кости здесь идут по внешнему краю. У меня где-то в одном из тутеров, по-моему, по созданию скелета было объяснение, почему именно так надо делать именно на пальцах. так, следующее. Сейчас я открою то, что в результате. Вот я подпресскинил все. Все вот эти вот работают. Все пальцы нормально. Это вот так. Ну и, собственно, начнем с чего. В чем основная проблема? Твистов. Почему их вообще надо делать? Это то, что мы, вот так она более-менее нормально работает. Кисть, запясть. Начинаем скручивать руку. Вот она превращается в песочные часы. Не видим. Да? И второе. Вторая проблема с твистами. Это самая проблемная зона, в общем-то, самая проблемная зона у человека, по крайней мере, это плечо. Вот видим вот это вот, вот эта вот вся красота. Как тут ни крути, что тут ни делай, она вот либо здесь переломится, либо вот тут. Либо вот здесь будут песочные часы. Сейчас мы будем это исправлять. Итак, немного теории. А, нет, не теории. Как мы это будем исправлять? Начнем с твистов. Так вот, не нужно. Создадим для начала кости. Создадим три кости. Нормальное количество это две или три кости. Можно и больше. Не проблема. Меньше уже начинаются такие вот. Так, во-первых, делаем ноль по вращению у этих костей внутренних. И ноль joint orient. И они, естественно, все находятся внутри вот этой вот, внутри предплечья. Можем их на более-менее поровнее поставить. Так, хорошо. Теперь, что мы хотим? Что мы хотим? Вот это кость. Мы хотим, чтобы эта кость... Давайте я для начала просто проанимирую. Давайте создадим... ...три блокатора. Просто пока она не прискинет, ничего не видно, как она себя должна вести. Так, это выкручивается на рука сюда. Это должна выкручиваться вместе с кистью. Только вращаясь по оси Х. Это, соответственно, допустим, на половину. А это где-то вот так, на ноль-два там, не знаю. И наоборот. Вращаться вместе... ...с кистью. А это где-то на половину угла. Вот так. Видим, да? Вот они себя ведут. Видно по локаторам, как ведутся локаторы. О, вернее, кости как скручиваются. Так, ну, начинаем скинить. Кстати, на заметку всем советую где-нибудь в минус первом кадре обязательно ставить ключ на бинт-позу. Потому что мы будем постоянно добавлять новые-новые-новые кости. И не хотелось бы постоянно где-то тут крутить. Не хотелось бы эту бинт-позу потерять. Потому что когда вы добавляете постоянно новые кости, и она в какой-то момент может просто улететь. Итак. скин Edit Influence Add Influence Давайте отменю. Вот этот Lock Weight и Default Weight 0 обязательно. Default Weight 0 это чтобы не нарушился предыдущий скин уже готовый который. И теперь делаем следующее. Начинаем скинить. Открываем вот эту штуку. И теперь что мы от нее хотим? Мы хотим, чтобы во-первых все кости были залочены. Где там они? Вообще все скинли. Вот выделяем все кости и вот лочим их. Кроме вот этой кости вот этой кости вот этой кости и кости запястья. Нет, кости запястья вернее, не кости запястья, а кости предплечь. Почему? Зачем мы лочим и разлочиваем кости? Это опять-таки немножко поясняю для тех, кто не знает этого. Мы будем сейчас рисовать эти веса и они будут перебрасываться только между разлоченными костями. То есть так как кисть у меня залочена, я сейчас буду красить вот эту кость и у меня никуда не исчезнет вот эта гладкость, которая уже есть. Так, ладно, давайте уже наконец скиньте. Слишком много объяснений, по-моему, нет? Ну, прям вот с весом единицу давайте грубо вот так тут все раскидаем. Вот видите, я весом единицу крашу, а вот эта гладкость у меня при сгибе никуда не ушла, потому что вес вот этих вертексов берется из веса предплечья, потому что вот эта кисть залочена, вообще все залочено кроме предплечья. Так, ладно. Так, вот это примерно вот так начало грубо. И вот это примерно вот так с весом тоже где-то единицу. Заметь, тоже никуда не улетит локоть, который и так уже у нас прискинет. Так, ну и теперь все, что мне осталось, поровнее. Это гладко засмусить. Гладко засмусить между этими тремя костями и костью предплечья распределить веса. при этом желательно еще, кстати, момент смусить так, чтобы все-таки как можно больше сохранялось вот такого вот большого веса на противолежащих костях. Ну, во-первых, это можно сделать так. Давайте вот это будем переключим на смуз пасти вот так маленькую вот такую и будем смусить потихонечку. вот эту давайте побольше тут сделаем. Все-таки тут вес должен быть в единичку. Смус и вот флот смусится. Соответственно вот это вот смотрим. или можно так стандартными средствами или крайне рекомендую крайне рекомендую. есть такая тулза это вообще великолепнейшая вещь именно которая не столько для скининга называется сейчас я открою ее вот она тулза называется Бэр смуз вейт от Брейф Раббит она бесплатная крайне советую ее установить это шикарнейшая вещь просто шикарнейшая что она делает она предназначена именно для смусинга так давайте мы берем и немножко вот так ее она просто берет и разглаживает веса по какому-то своему алгоритму хитрому какому-то который отличается от стандартного майского очень очень отлично разглаживает веса просто в некоторых случаях без нее как без рук это по сути как вот как я показывал в предыдущих роликах это как хаммер вейт майский но только еще с возможностью покраски они не сразу прибивают который так ладно вот мы настроили скручивание ну вроде хорошо вроде вот именно так как она и должна быть по идее теперь единственная осталась задача как нам теперь сделать чтобы оно скручивалось автоматически чтобы не руками это все собственно основная проблема именно в этом а теперь немножко теория я сейчас покажу несколько способов как это можно сделать один неправильный прям заведомо неправильно который как бы самый очевидный но который абсолютно неправильный и покажу почему итак начнем с неправильного вот у меня куча 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 методов как-то можно сделать вот первый метод это самый неправильный это как любят некоторые товарищи вот он видите вроде как работает включу косточки вот он вроде как работает видите да вот этот обращаем внимание только на вот эту геометру пока это который делит собственно я такой постоянно встречаю в роликах в обучающих по твистам почему я обратил внимание на этот метод типа чтобы показать что он неправильный я его постоянно вижу во всяких обучающих роликах и честно говоря я всегда в недоумении почему люди так делают почему они показывают потому что этот метод работает абсолютно неправильно то есть если вы вот сейчас я его покажу так этот метод основан на том чтобы делить вращение вот этой кости rotate тут назначаем этот rotate на эту кость соединяем тут значит пополам от этого роты тут четверть это делается вот таким методом сейчас я покажу через нот эдитер делают вот это кость наша кто не умеет пользоваться нот эдитором ну что можно сказать увы вам учитесь это значит мы берем кость вращение создаем вот так создаем ноду ноду утилити где-то мультипли девайд где она там на мт господи вот мультипли девайд вот она видите да потом назначаем на нее берем ротейт x приводим в input 1 она тут свои собственные переводчики из углов в линейной величины не обращайте внимания автоматически создаст все правильно и вот здесь например output назначаем из x на вот эту кость через ротейт вот так мы назначили ну собственно вот она видим да и здесь соответственно вот второе значение это насколько насколько будет соответствовать вращению в данном случае это один делитель здесь единица то есть будет один к одному вот видим да и соответственно для каждой кости нужно создать нечто подобное только вот здесь делитель поставить на допустим 05 обратите внимание на эту кость сейчас она будет вращаться в два раза медленнее вот видим да что-то она вращается в два раза медленнее и соответственно если мы поставим тут делитель 0 она вообще будет не будет вращаться видим вот это не вращается вот эта часть и так почему это неправильно и вот это постоянно во всяких тутерах я встречаю сплошь и рядом почему это неправильно так давайте сейчас верну на место где там он господи мультик надевает так смотрим обычно все кто показывает тутеры они вот так делают а потом вот так начинают немножечко так покрутят всяк покрутят при том что вот эти вот ротейты по иксу они вот остаются вот такими вот в пределах ну в пределах нормы плюс-минус 180 градусов а теперь мы рассмотрим как оно в реальной жизни а в реальной жизни обычно вот эту кость еще к чему-нибудь констрейнет к какому-нибудь локатору который находится у вас черти где возможно под какими-то совершенно дикими вращениями которые находятся в каких-то левых группах которые могут быть в том числе и от зеркальной по минус допустим по минус одной из осей какой-нибудь по минус y предположим или по минус x сплошь и рядом в результате это приводит вот к таким вот примерам мы начинаем ее вращать и в какой-то момент времени она у нас начинает вот так себя вести то есть мы еще находимся вполне себе видите как она на самом деле должна сесть вот на других примерах показано как она должна себя вести по-нормальному где-то видите ломается я тоже еще покажу другие вот эти два это самые нормальные вернее эти три последних они самые адекватные видите вот она начинает себя вести вот так и в результате несчастные эти как аниматоры не знаю что с этим делать вообще в результате вы поняли что это делать неправильно совершенно вот так делать неправильно но как же тогда поступать давайте посмотрим дальше второй метод и самый вообще вот я им пользовался долгое время а ну соответственно еще поэтому поясню соответственно все скрипты которые основаны на том что они берут конкретно непосредственно ротейт по иксу у ведущей кости кости запястья всякие скрипты всякие коннект через ноды как только у меня было показано неважно они все не работают все будут работать неправильно если они сделаны на этом принципе следующий метод которым я долгое время пользовался и в принципе сейчас можно воспользоваться потому что он простой элементарный как мы берем и каждую кость сейчас прибью и каждую кость constraint orient по иксу только лишь по иксу ну да вот это вот сюда по иксу а все остальные между вот кистью запястьем и и вот этой вот тоже ротает по иксу и соответственно мы берем потом и выставляем весовые коэффициенты здесь коэффициент так этот один будет здесь коэффициент между кистью и локтем так то на что допустим будет два на локоть один на этот значит общий будет 0,5 от руки в середке находиться и здесь соответственно допустим три на локоть один на ну вот у нас будет осуществляться такое вращение так тут что-то многовато маловато верни а пардон так один это на этот три на локоть это в другом соответственно ну да ну и соответственно видите мы тоже вот у нас осуществляется правильное вращение при этом если мы начинаем ее крутить вот они у меня все сделаны приделан к одному тому же источнику вот мы начинаем крутить схлопывание вот этого дурацкое оно происходит очень очень редко очень мало то есть где-то вот при самых дурацких вот таких тут изгибания то есть если мы просто прикрутим к внешнему объекту и начнем с ним работать вот это вот то вполне себе нормально выглядит здесь что-то а ну да здесь один к одному считать туплю здесь один к одному то здесь у нас все будет ну более-менее хорошо это дешево и сердито и понятно в общем-то практически всем как это можно сделать в чем же недостаток почему мы им не пользоваться а недостаток вот какой оно прекрасно работает когда скручивание кисти у нас находится в пределах вот от такого до вот такого когда вот внешний выгиб кисти то есть не вдоль оси а внешний то есть если мы подведем кисть сюда и предположим это допустим у нас стоит рукой на земле и начнем вращать во-первых обратите внимание становится гиперчувствительны вот здесь чем ближе к этой оси тем более чувствительной становится видите вот уже вот вот начинается вот это вот это непонятное поведение чуть-чуть повел а у меня обратите внимание как вращается начинает вращаться это геометрия гиперчувствительна в принципе для большинства подавляющего большинства мультяшных господи мультяшных игровых ригов это совершенно не принципиально можно в конце концов запечь ручками подправить ну и главное даже если мы добились какого-то хорошего скручивания то мы начинаем крутить в бок она у нас не идет а потом тут хлоп вот это то есть это годится но не идеал скажем так далеко не идеал отодвигаем в сторону ну но несмотря то что не делала но в тысячу раз лучше чем вот это то что я говорил начали следующий вариант это уже для людей которые продолжают по степени немножко скажем так усложнения почему я сразу не даю правильный вариант типа вот делайте так и все в пояснительных целях во первых во вторых далеко не все люди допустим способны вот посмотрят на гипершейдеры и сразу такие о это мне слишком сложно и выбрасывает нафиг это все конечно говорят хорошо но не для меня я сам долгое время боялся вот этого всего тяжеловато следующее геометрические построения вот просто тупо геометрические построения с помощью констрейнов и логики так что мы делаем мы создали например вот такие локаторы на каждую из этих костей создали локатор сдвинули в сторону и теперь каждый из этих локаторов вот эти вот вот берем начальный локатор вот этот и вот этот и прибью это все чертовой матери чтобы было понятно мы просто берем и к этой кости так давайте с самого начала проще будет так создали локатор а задвинули их четко в сторону заметьте четко в сторону причем желательно в сторону в сторону вот этой подушечки как-то мягкой части кисти не сторону большого пальца противоположно и constrain parent и constrain parent вот этот смотрим вот у нас это вращается вместе следующий берем то есть это будет вращаться вместе с кистью руки это вращаться вместе слов теперь следующий берем вот эти вот два выделяем вот этот constrain point без осетов по всем осям и каждый из них так сразу чтобы они в кучку не сбились и 11 и выставляем вес этого point допустим 4 он сразу более-менее попал нам точно прям так не надо сойдет его так 2 и соответственно вот этот тоже constrain point 05 сойдет и соответственно вот этот и выставляем у него вес где-то вот такой чтобы он напротив этой кости тут все понятно чем добились мы теперь вращаем вот у нас вся вот эта вот линейка двигается в бок а а теперь вот эти наши кости запоминаем локатор 12 выделяем constrain аим вот с такими настройками offset object up аим вектор а вот так располагаются и в качестве world of object пишем имя вот этого вот локатор добавили теперь видите я начинаю двигать и эта штука меня слушается ну и соответственно все оставшиеся вот эти две кости назначаем соответственно тоже аима я не буду подробно сейчас все вставлять имена и естественно у меня скрип на вот такой вот вот это вот это вот это и соответствующим образом то есть не нужно вписывать эти имена дурацкие совершенно блин неудобно сделано им майки не знаю почему они не сделают как-то так чем-то руками все это нужно вписывать неважно и так что это нам дает крутим у нас ничего не происходит крутим в бок у нас скручивается крутим сюда у нас в общем то вполне себе неплохо слушается до определенного момента здесь вот увидите уже когда ось вот этого таима она начинает переходить через боковая ось аиме через главную ось аима ведь она начинает уже схлопываться здесь еще больше сильнее схлопнется но такое положение практически нереально уже для человеческой руки так ну и соответственно вот она вот она по всем своим параметрам более-менее соответствует тому что мы хотели особенно вот здесь гиперчувствительности нет никакой при таком когда допустим рукой опирается на при прыжке на землю все более-менее нормально но тоже не идеал смотрите мы начинаем крутить вот где-то тут происходит перехлёст но это уже тоже при таких совершенно каких-то нереальных положениях сам аниматор такого уже делать не будет потому что это переломанная рука но более-менее гладко все происходит я не призываю всех делать именно так это еще раз повторю специально для людей которые ну по-другому мыслить например не любят эти ноды дурацкие всякие и так далее и тому подобное и мыслит геометрическими такими какими-то там реалиями я сам из таких на самом деле так проще бывает вот видите а вот заходит вот собственно вот здесь вот уже вот так анимировать не стоит с этим понятно неплохой способ решения тоже обеспечивает довольно много довольно большой спектр всяких этих углов следующее еще более остроумное решение делаем вот что так так вот она у нас да следующее вот мы Вот у нас опять Снова такая же структура Выделяем Запястье, выделяем Ой, вернее, выделяем Да, локоть И создаем вот такую Это же у меня просто Скрип на создание костей Ну а вы так вручную Создадите вот Такую вот цепочку, которая Ну примерно соответствует по длине Это в общем-то не важно, чтобы соответствовало По длине, можно покороче сделать Это не суть важно Так, давайте я другого цвета Его сделаю Чтобы было видно Ярко-желтого И Создаем на вот эту цепочку ИК-хендл Вот такой Сингл-чейн-солвер Это не тот, который стандартно Используется на ноги Но это другой Он тут Старая такая как бы версия И назначаем его На Вот эту цепочку Вот он у нас Простой кхендл Что мы делаем Что мы делаем в дальнейшем Мы берем Преконстрейниваем его К локтю Constrain point Constrain point Без оффсетов Готово Теперь К запястью Приделываем вот эту кость Constrain point Без оффсетов Сейчас Подвигаем И Теперь Вот К кости запястья Выделяем снова Этот ИК-хендл Constrain Orient По всем осям Что мы получили Таким образом Вот у нас Эта штука Крутится И вот Обратите внимание Вот эта кость Еще плохо видно Она такого же Цвета дурацкого Становится Фиолет сейчас Я отключу Вот она Скручивается Вместе С Костью запястья Сейчас Давайте назначим И То есть Мы получили Как бы Некий объект Который Крутится у нас Именно Только по оси Х Вместе С запястьем Причем Он крутится Гораздо более правильно Чем Все предыдущие Рассмотренные варианты Ну Собственно Он правильно крутится Так как И ожидается От этой оси Так И соответственно Теперь берем И просто Вот к этому Constrain Orient Ну либо целиком Либо по оси Х Только Без офсетов Нет Лучше с офсетами Потому что Фиг знает Какие у него тут Вращения У вас могут быть Совсем другие Так Вот это Один к одному Пределы Ну а дальше Вы уже знаете Между Допустим Вот этим Вот этой костью Вот этой Вот этой И вот этой И вот этой Constrain И еще раз Вот эту кость уже Тоже Constrain по оси И здесь Выставляем уже Весовое соотношение Тут Один к одному Тут Допустим Тут больше Два Вот это вот Смотрим Дайте Включу Геометрию Вот она Крутится Заметьте Здесь Ничего не ломается Нет никакой Гиперчувствительности Здесь Скручивается Хорошо Вот При переходе На минус 180 градусов Она естественным Образом Переключается В плюс 180 градусов Ну это Это вот такая Вот мертвая Зона В которой Не должно быть Никакой По идее Анимации Это как Я даже не знаю Надо выгнать руку Но это опять Переломанная рука По сути По сути Вот это вот Очень хорошо Очень хорошо Гнется Геометрически верно Именно то Что мы ждем От твистов Понятно, да? Что мне в этом Во всем не нравится А, ну и соответственно Да Вот она Вместе с рукой Двигается То есть Все как положено Так как Это вот сейчас Это предел К внешнему локатору Видите Рука двигается Все хорошо То есть Это крутится Все прекрасно То есть Все ведет себя Так Как должно вести Что мне в основном Не нравится Вот этой штуке Это вот Эта вот Громоздкость А вот Эти все Идиотские Настройки Это просто Ну Захламляет Очень сильно Ну Хотя До какой-то Простой модели Это нормально Так Следующий способ Который Я Открою для любителей Делать все через Node Editor Так Это мы делаем Вот так Через такую штуку Как Декомпост матрицы Для тех Для тех кто Для тех кто В этом деле Немножечко Разбирается Это стоит слушать Те кто Не разбирается Ну не знаю Тоже стоит послушать Может разберетесь В дальнейшем Штука хорошая Так Так Что это такое Так я давайте все удалю Так Прекрасно Что мы делаем Вот наша кость Это та Которая Базовое вращение Дает Вот она Тут создаем Такую ноду Так Заходим В ноду Утилитис Где там Декомпост На букву D Декомпост матриц Что это такое Я не буду объяснять Это высшая математика Все равно Я сам до конца Не понимаю Теперь берем Этот метод Будет работать Только для Вложенных костей То есть Не просто Которые находятся Неизвестно где Относительно друг друга Два объекта Которые друг друга Относительно В каких-то разных местах Находятся А именно Для объектов Которые Один из них Вложен в другого Ну типа Вот как вот Кисть вложена Внутри локтя Локтя Так Мы берем матрица В значении матрикс Инпут матрикс В чем собственно суть Нам надо получить У нас мог быть Вращение Нашего Вот этого Нашего запястья Они могут быть Совершенно разными То есть Там могут принимать Какие-то совершенно Дикие значения Там тысячи градусов Ну потому что В зависимости от того Куда мы Как мы Куда его Прискинем Ой не прискинем Приконстроением Под какими воздействиями Будет находиться Мы не знаем Заранее мы не знаем У него тут значения Могут быть совершенно Совершенно идиотскими Более того С ним может произойти Вот тот самый Схлопывание Вот этого Осей В чем проблема Вот мы Берем Вот где-то тут Схлопывается У нас оси Х И Z И вот теперь Мы вот этим Поворачиваем сюда И по какой оси Мы сейчас повернули Мы не знаем Соответственно То есть По оси X Мы повернули Или по оси Z Вот это мы повернули Вот эту штуку Вот где он Блин Черт Эээ Блин Вот По оси X Или по оси Z Мы этого не знаем Собственно поэтому Часть из предыдущих Настройка ломается С ориентами Например Ориенты не понимают Что мы от них хотим А нам нужно Это вычленить Именно это движение Именно это Это вращение Для этого нам приходит На помощь Декомпост матрица Вот в этой схемке При работе Судя по всему Вот в этом В инверсной кинематике Вот в этой простой Это уже заложена Эта функция Так Ну а на следствие того Что мы создаем Какую-то инверсную кинематику Там то все Пятое-десятое Она ну Более тормозная Во-первых Ну и вообще Некрасивенько Неаккуратненько Так Создали декомпост матриц Теперь Кватернеон Туэйлер Это мы Создали вот такую вот Вот такой вот Кватернеон Туэйлер Господи Не буду его объяснять Я сам честно говоря Ну Тяжело вот так объяснить Что такое Кватернеоны Когда их сам Не до конца понимаешь То есть я Мычание руками Показать могу А словами Тяжело Так вот И соединяем Output Кватернеон В Отput Кватернеон Икс И теперь Вот эту штуку Output Rotate Раскрываем Так Добавим сюда Эту косточку И Output Rotate Соединяем С Rotate X Так Смотрим Вот мы Вот у нас Видите Слушается Вот эта кость Уже Обращаю Видите У нее получился Rotate X Золочен Ой Золочен Видно Что он соединен С этим С атрибутом Законечен То есть Пока вот Один к одному Видно Да Теперь А и соответственно Он будет Работать Через все Что бы мы Не повернули Видите По Z Я поворачиваю Вращается По X Поворачиваю Он вращается По X Сюда По Z Сюда Он вращается Именно так Как мы и хотим То есть Без всяких Вот этих Без привязок Конкретной оси Он вращается По направлению Собственно Что это Такое Почему Это работает Курить Кватерниона И Матрицы 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 положений Это все Что я могу Сказать Так Замечательно Но теперь Нам нужно еще Вот эти Вот Косточки Соединить Ну тут Можно Двояко Сделать Во первых Как и в предыдущем Примере Мы их можем Просто Вот с этой Костью Получили мы Из нее Нормальное Вращение Базовое А теперь Между этим Этим Ну просто Constrain Orient По оси Х Можно так Сделать Можно сделать Еще и Вот так Вести Дополнительно Вот сюда Multiply Divide Так Вот эту Косточку Давайте Еще сюда Добавим Так Rotate X На Input 1 Output X На Rotate X Блин Оно Бесит Где-то Это отключается Не могу найти Куда-то Нажал И вот Она Куда-то Теперь Цепляется Постоянно Не знаю Пересчитывается Типа Для лучшего Видения Так Хорошо Включу И вот Теперь Multiply Divide Допустим Input X 0.5 Домножаем На 0.5 0.5 Да Блин Смотрим Смотрим Вот это Теперь Вращается Видно Что Она Вращается Силой 0.5 Относительно Вот этого Ну и Соответственно Для третьей Кости То же самое Можно Сделать Давайте Ее Тоже Добавим Так Это Дублируем Так Output Сразу X Соединим С Rotate По X И Вот Этот Вот Input X И у Нее Здесь Поставим Параметр Допустим 0.2 Смотрим Крутим Вот Она У нас Себе Ведет Так Как Мы И Ждем Тоже Нет Никакой Гипер Чувствительности Вот В этом Месте Хорошо Работает С Вот Этим Даже В Области Там Где Эти Две Оси Схлопываются Красота Не Правда Ли То Есть Полный Аналог Получился Вот Этого Но Только Без Дополнительных Вот Этих Дурацких Надстроек Вот Этих Вот Без Вот Этого Всего И Соответственно Чтобы Два Раза Не Вставать Так Давайте Хорошо Останавливаюсь Пока И Вот Это Это Уже Даже Не Буду Показывать Это Нода Roll Pitch Yav Она Великолепно Работает Лучше Всего Она Работает По Всем Осям В Отличии От Этой Которая Работает Только По Оси X Если Вы Здесь Попробуете Quad Y Если Вы Такие Умные Думаете А Сейчас Я Вставлю По Y И Получу По Y Угол Мне Нифига Он Работает Неправильно Я Тоже Не Знаю Почему Кстати Он Будет На Каких-то Для Людей Которые В этом Разбираются Может Мне Поясня На Каких-то Углах Он Этот Y Будет Скакать А Если Я Сделаю Еще И По Z Отдельно Дополнительно Куда-то Z Вообще Будет Улетать В Какие-то Непонятные В общем Работает Отлично Только По Оси X Не Знаю Почему Кто Знает Объясните Мне Так Ну Вот Например Что Собственно Вращаем Вот Мы Получили Все Это Как Работает Этот Roll Pitch Яв Я Уже Рассказывал Это Покупной Скрипт Поэтому Я Не Рассматриваю Вряд Ли Кто-то Будет За 60 Долларов Это Все Дело Покупать И Писать К нему Еще Добавок Скриптовой Обвес Ну Собственно Вот Для Таких Он В общем То И Не Нужен Прекрасно Тут Справляется И Так Хорошо Теперь Возвращаясь К Этому Хозяйству Теперь Рассмотрим Это Все То же Самое На Примере Модели Которую Я Только Что Показывал Вот Наш Наконец Модель Вот Мы К ней Пришли С горем Пополам Продрались Через Все Что Я Там Показывал И Теперь Мы Хотим Это Сделать С Чего Начнем Я Предпочитаю Делать Через Вот Эти Через Ноды Как Это Называется Через Декомпоз Матриц И Соответственно Еще Один Совет Как Бо Это Делал И Советовал Бо Сделать Всем Так Все Можно Удалять Не Нужны Никогда Не Делайте Прям Напрямую Вот К Этим Костям Не Советую Прям Напрямую Этим Костям Потому Что У Вас Например Вот Здесь Может Быть У Джоинт Риент Какой Тут Есть Это Раз Во Вторых У Вас Может Быть Какой То Базовое Вращение Не Нулевое А Какой То Вот Такое А Вот Эти Нулевые И Они При Если Делать Через Декомпоз Матрица Непосредственно Непосредственно Подсоединять Они По Дефолту Сразу Так Раз 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 Подкрутится Вот Так Как Нибудь По Своему Не Надо Особенно Это Актуально С Какими Нибудь Там Максовскими Скелетами Где У них Когда Скелет Приходит Маю Из Макса Там У них Вообще Дикие Вращения Дичайшие Лучше Так Не Делать А Как Сделать Лучше Делать Непосредственно Создать Спец Локаторы И Собственно Делать На них А потом К этим Локаторам Преконстрейнти Сейчас Поясню Вот Мы сделали Так Выделили В таком Порядке Создали Локаторы Да Еще раз Объясню У меня Спрашивали Уже Несколько Раз В комментариях Как Это Я так Создаю Локаторы Это Специальный Скрипт То есть Это Не Стандартная Майская Функция Это Просто Спец Скрипт Который Создает Локаторы Выделенных Объектов И Вот Также Уже Сориентировано И Вот Мы Сделали И Запаринтили Внутрь Вот Этого Давайте Сейчас Выделю Локал Скейл Побольше Сделаю Вот Мы Запаринтили Вот Мы Сделали По сути Аналог Видите Обратите Внимание Вот Уже Съехом Потому Что У меня Кость Она С Джонит Ориент Ну И Назначаем На это На все Вот То Самое Декомпост Матрица Которое Говорил И Чтобы Так Сказать Облегчить Это Все Потому Что Каждый Раз Сделать Вон Ту Конструкцию Декомпост Матриц Вот Это Все Вот Это Все Мутату Тягомотина Все Это Я Просто Написал Скрипт На Ее Создание Я Конечно Попробую Запихнуть Этот Скрипт В комментарии На Ютуб В Комментарии В Описании Либо Но Боюсь Что Там Может Улететь Куда Нибудь Какие Нибудь Спец Символы Типа Там Косых Кавычек И так Далее Поэтому Я Сейчас Вам На Экране Покажу Вот Этот Скрипт Обратите Внимание Он Будет Лежать Тоже В Описашке На Ютубе Обратите Внимание Чтобы Там Были Все Точки Запятой И Особенно Вот эти Косые Косые Вот эти Апострофы Или как Называются Здесь Значит Вот такие Кавычки Не Двойными Ни Косыми Уголками И Здесь Вот такие Косые Апострофы Которые На букве Ё Висят Вот Это Важно Иначе У Вас Там Ошибку Будет Выдавать Посмотрели Да Ну Либо Просто С экрана Перепишите Если Уж Прям Не Так Все Это Порядка Сколько Там Ну Без Пробелов Где-то Ну 25 Строк Кода Не Так Уж Много Можно Переписать Да Вот Это Знак Доллар Если Что Если Вдруг На Ютубе Тоже Пропадет Потому что Телеграм Например Когда я Отправляю У меня Пропадают Эти Апострофы Не Всякие Мессенджеры Не Всякие Редакторы Это Все Воспринимают Адекватно Итак Что мы Делаем Вот мы Выделяем Вот этот Объект Да Мы Его Сразу К Локтю Приделаем Вот этот Constraint Parent Constraint Parent И Соответственно К запястью Constraint Parent Вот этот Этот Локатор Видите Что Делаем Выделяем Этот Выделяем Вот этот И Запускаем Скрипт Смотрим Вот у меня Он висит Теперь Rotate X И в дополнение Тут Получились Добавились Два канала Twist Это Собственно Степень Скручивания И Envelope Envelope Это Просто Работает Или Не Работает Это Скручивание Я Потом В дальнейшей Не знаю Когда буду Рассказывать Про мышцы Это Пригодится Именно Такое Разделение 300 Envelope Это Вроде Как бы Одно И то же Вот Но Оно Пригодится Поясню Так Здесь Один Ну и Соответственно Дальше Вот это Вот это Вот это Вот это Делаем Делаем Вот это Вот это Тоже Делаем Так Здесь Ставим Twist 02 Здесь 05 Смотрим Вот мы Крутим Видите У нас Вся Петрушка Начинает Крутиться Локатор Ну и Соответственно К этим Локаторам Прицепляем Кости Constraint Orient Просто Так Давайте Давайте Вот эти Вот Теперь Мне Скручивания Нужны Constraint Orient Constraint Orient Тоже Со Сетом Смотрим Вот мы Добились Нужного Нам Результата Видим Да Но Тут Еще Видите Это Уже Можно Подправить Скинингом Между Вот этой Костью И Запястьем Но На самом Деле Большого Без Спец Каких-то Введений Дополнительных Костей Это Вы Все На Этой Модель Особо Не Исправить Потому Что Это Особенность Эта Модель У нее Очень Жирные Руки Ну В плане Вот Видите Такое Толстое Запястье Толстое При При Этой Очень Длинные Кисти Кисти Рук Очень Длинные Ну То 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 По Сути Длина Кисти Руки Равняется Визуальной Длине Предплечь То Такой Особенно Вот Такой Тут Надо Прибегать К Особым Ухищрением Но Для Вас Это Не Актуально Потому Что Попадется Такая Модель Будете Ухищряться А Не Попадется Такие Модели Очень Редки С Такими Соотношениями Основные Модельки Они Этим Покрываются Более Чем Полностью Но На самом Деле Это Исправимо Спец Всякими Этими Хитростями Так Вот Мы Крутим Вот Она По Вся Крутится Вот Она У У Там Где Надо Она Уже Вот Видите На Этих Углах Она Уже Схлопывается В Обратную Сторону Ну Собственно Так И Должна Се Вести Так Ну С Этим Разобрались Прекрасно Давайте Удалим Чтобы Не Мешались Пока С Такими Твистами Я Надеюсь Понятно И Обязательно Почему Еще Хороший Тон Делать Ну Именно Для Игровых Моделек На Внешних Вот Этих Вот Делах То есть Не Сразу Кости Непосредственно Во-первых Из-за Углов Которые Из-за Начальных Положений Кости Которые Могут Вас Если Это Не Вы Особенно Делали Скелет По Всем Правилам А Кто Там Где То Или Даже Вы Неправильно Что Нибудь Накосячили Чтобы Вот Тут Они По Дефолту Не Вставали В Какой То Такой Угол А Чтобы Именно Все По Нормальному И Во-вторых Чтобы Все Эти Внешние Структуры Управления Не Были Внутри Скелета Чтобы Скелет Был Сам По Себе А Все Вот Эти Риговские Надстройки Назовем Это Внутренний Риг И Внешний Риг Чтобы Они Были Во Вне Скелет Вот Видите Вот Как Здесь Вот Они Во Вне Скелета Я Их Потом Сгруппировать Можно Спрятать И так Далее Но Они Не Должны Быть Внутри Скелета Вот Это Только Constraint Можно Допустимо Это Удобно Опять Таки Для Игровых Моделей Для Экспорта Так Дальше Собственно Что У Нас Руки Ну Вот Эти Плеч Тоже Тоже Болезненная Очень Тема Но Она На самом Дель Достаточно Проста Как Правило Вот Такое Скручивание Это Все Решается Анимацией Вот Этой Вот Кости То Мы Когда Выворачиваем Так Руку Вот Так Руку Мы Не Столько Руку Выворачиваем Мы Ее Подкорректируем Еще Вращением Плеча Для 99 Блин Не знаю 95 Процентов Процентов Моделей Которого Более Чем Достаточно То Есть Вот Такие Некие Искажения Ну Они Вполне Допустимы Да Я Не знаю Успею ли Сегодня Но В дальнейшем Я покажу Как можно И этого Избежать Сделать Хороший Такой Скелет Ну И Соответственно Это Все Лечится Вот Этим Вот Здесь Плавным Таким Скин Давайте Покажу Еще Раз Где Он Там Скин Ну Вот Видите Вот Плавно Растянут На Плечо Так Здесь Что-то Не понял Чего-то Нет Давайте Здесь Подкрасим Это У меня Скрипт Который Соответственно Сразу Все кости Лочит А эти Оставляет Разлоченными Выделенные Ну Это Вот То Что Надо Было Вы Будете Делать Так Ручками Ну И Немножечко А Д Небольшой И Начинаем Вот Так Еще Лучше После Этого Вот Этой Лзой Плавненько Подкрасим То Эта Лза Нужна Исключительно Для Смуса Плавного Очень Хорошая Вещь Крайне Рекомендую Ну И Конечно Понятно Тяжеловато Пользоваться С Непривычки Но К ней Там Есть И Тутер И Видео Обучающая Вообще Очень 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 Хорошая Вещь Я Прям Вздохнул Гораздо Более Свободно Так Ну Ладно Ну Собственно Сойдет Степи Собственно Вот это Скручивание В песочные Часы Плеча Лечится Поворотом Вот Этой Вот Кости Естественно Все Что Если Вы Анимируете Вручную Это Все Хозяйство Ну Вы Можете Вручную Это Все И Повернуть Собственно Ручками Санимировали Что Тут Какая Гадость Так Еще Ignore Influence Lock Есть Подмажем Вот Плавненько Разбрасывает Если Все Анимируете Руками Ну Просто Ручная Анимация Не Сложно Ключицу Подвернуть Хотя Конечно В идеале В идеале Это Все Должно Скручиваться Автоматически В следующей части Чувствую Сегодня Уже Не успею Это Все Показать Слишком Большой Объем В следующей части Я покажу Как это Сделать Действительно Автоматически И как Вести Всякие Вот эти Дополнительные Эти Как Называются Корректирующие Кости Которые Как бы Имитируют Мышцы Так Вот Она У нас Следующая Со Скручения В плечах Более Менее Пояснил Следующий Ну давайте Так Давай Сделаем Вот так Хозяйство Так Сделаем Группу Зовем Мусклес И спрячем Чтобы мне Видно было Чтобы не Мешалось Так Следующее Что Ну как бы Как бы Можно еще Рассказать Это Локти Бицепсы Трицепсы Вот это все Так А да Еще На что Хочу Обратить Внимание Собственно На этом Основная Основная Проблема 99 Я повторяю 95 Процентов Всех Игровых Моделей Особенно Если это Не главный Персонаж А какой-то Там Левый Чувак Монстр И так Далее Все На этом Можно ограничиться Больше Уже Ничего Не нужно Делать Давайте Я просто Проиллюстрирую Это Вот Например Вот Эта же Модель Только Она была Сделана Исключительно Вот у нее Скручивание На руки Есть На предплечье Все И посмотрите Как она Выглядит Вполне Вполне Адекватно Все мышцы Работают Вот Обычным Скинингом Вот Прекрасно Никаких Вообще Проблем С этим Нет Собственно Как бы Дальнейшая Работа С мышцами Это Не знаю Как сказать Исключительно Это Аниматорская Заморочка В том Плане Что Вот ему Нравится Вот это Показать Там Для портфолио Какого-нибудь Либо еще Чего-то Вот сейчас Ну вот Тоже Вот Поднимает Видите За счет Скининга Ну и Что-то Каких-то Проблем Особых Тут не видно То есть Нормально Совершенно Адекватно Выглядит Ну Как-то Так Ну Ладно Сделаем То что Все так Любят Битки Битки Бицепсы Трицепсы Это то На чем Стоит Игродел Игровая Индустрия Еще на длинных Ногах И На женских Сиськах Пардон А когда Это все изменится То истинно Говорю вам Земля Налетит На небесную Ось Так Делаем Нам нужно Сделать Что Давайте Сделаем Максимально Распрямим Локоть Ноль Градусов И Не понял И Максимально Его Куда Пошло И Максимально Его Сожмем Допустим В 30 Вот Максимально Его Сожмем Так А В 20 Оставим Как Было Распребили Сжали Ну что Собственно Мы видим Тут Не хватает Локтя Здесь Явно Не хватает Локтя Делаем Что Делаем Создаем Кость И Зафигачиваем Ее Внутрь Руки И Зануляем Ему Ротейт И Джоинт Ориент Поставили Это Будет У нас Кость Локтя Сдублируем Это Будет У нас Кость Бицепса Дублируем Это Будет У нас Кость Рицепса И Начинаем Скиньте Выделяем Добавляем Скинь И Дид Инфлюенс Одинфлюенс Так И тоже Десятый Двадцатый Тридцатый Тоже поставим Так Давайте Предварительно Прискинем Опять Поясняю Это Этим Скриптом Залучились Все Кости Скелета Кроме Предварительно Выделенных Костей Кроме Вот этого Локтя Бицепса Трицепса И Вот это Кости Плеча Из которой Мы Будем Брать Веса Для Них Это Все Можно Здесь Проделать Вручную Я Просто Не Хочу Тратить На это Время Так Ну и Красим С весом Единицу Пока Вот так Просто Предварительно Как-то Так Ну и Давайте Предварительно Санимируем В десятом Значит Она Где-то Вот так Выйдет В тридцатом Кость Как-то Вот так Пойдет Соответственно Бицепс У нас Сместится Как-то Сюда Сместится Ну и Давайте Попробуем Сейчас Использовать Заодно И Скейлинг На костях В принципе Его можно Без скейла Делать Только За счет Транслейтов Ну я Немножко Использую Скилинг Но Предварительно Прежде чем Это делать Вы должны Убедиться Что ваш Движок Игровой Поддерживает Скейлы Например Unreal Или там Unity Они поддерживают Скейлы За остальные Движки Не поручусь Это вам Нужно Самому Уже Будет Выяснить И Какие Скейлы По всем Трем Осям Одинаковые Должны Или Можно Чтобы По всем Трем Осям Были Немножко Разные Так Это Соответственно Идет Сюда Немножко Можно Подворачивается Ну А это Идет Значит Сюда В обратную Сторону Возможно Подворачивается В обратную Ну И Бицепс Соответственно Уйдет Вот Сюда И Отскилл Вот Так Это Пока Предварительно Потому Скинг Во-первых Грубо Был Сделан Так Ну Примерно И Начинаем Смусить Открываем Этот Бэйр Смус Скин Опять-таки Повторяю Вы можете Сделать Это Стандартным Скинг Но Я Не хочу Мне Нравится Бэйр Поменьше Сделаю Значит Тут Пожестче Можно Стать Даже Посильнее Выдвинуть Уже Немножечко Подкрасить Стандартными Да Блин Допустим Допустим Давайте посильнее Сдвинем И Побольшую Подкрасим Допустим Исключительно для того, чтобы было в анимации, предварительно санимировано, было понятно, что вообще происходит. Как, куда и чего оно должно двигаться. Потому что для каждой модельки это все достаточно индивидуально. Нет каких-то общих таких указаний. Так, теперь бицепс, наш любимый. Так, ну и давайте этим. Теперь можно еще вот так вот дополнительно. Во-первых, давайте здесь. Побольше разойдется, немножко уйдет вниз. Ага, сразу видно. Надо пожарней. Часть. Чтобы покруглее был бицепс. Малость осмосим. Потому что мы его не квадратные все-таки, а в первую очередь круглые. Так, можно посложнее поведение ему сделать. Допустим, здесь он не так прям скилится. Так, сейчас я открою. Графы, где-то, где-то, куда. Стандартная вот такая вот. Да, кстати, вот это тоже желательно сделать линейным. Сейчас объясню дальше почему. Так, и вот это тоже все. А это не линейным, а стандартным. Не авто, а стандартным сплайном. Так, ну это сразу видно, что он че-то чересчур запал. Или нет? Или это что это? Ага. Вот это тут. Ну, че-то как-то, по-моему, локти выдвигаются чересчур. Так. Ну, примерно. Видим, да, поведение? Ну, давайте еще вот это вот еще сильнее сделаем как бы длиннее мышцу при... Ой, блин, пардон. Не в том кадре, но в 10-м поставить. Так, ну, чересчур вот такая вот. Давайте сделаем так. 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 Причем вот где-то до сиф. Сейчас я объясню, почему я именно так все тщательно анимирую. По идее, вы вот это все должны будете повесить на драйвинг-кей. Но я это буду делать не на драйвинг-кей. Вернее, на драйвинг-кей, но не на непосредственно. А прямо из анимации сделаю. Вот это что-то прям как-то вздувается, по-моему, вот это вот трицепс. Ну, вот нормально, наверное, более-менее. Нет. Битка куда-то чересчур укатилась. Ну, нормально, ладно, сойдет. Давайте теперь вернем вот так. Вернем вот так. Вернем вот так. Так. Итак. Нет, это как-то через час, подождите-ка, слишком. Ну ладно, сойдет так, так, ну и по сути, все, что вам дальше нужно, это перенести это движение на драйвинг относительно вот этого, вращение по Z локтя. Ну то есть вы знаете, как это все делать, вот мы назначили load driver, rotate x, вот это все, вот это все хозяйство, вот это все, rotate, translate и бла-бла-бла, вот это все, и пошли расставлять ключи, повторять вот это вот, вот это все хозяйство. Ну я так делать естественно не буду, мы сделаем вот как. У меня просто есть скрипт написанный, который делает вот это вот, давно кстати надо уже переписать его. RZ. Так, с десятого кадра по тридцатый инкремент, ну пусть будет четыре кадра. Локоть. Видите, он себя ведет таким нелинейным образом, кстати, советую на драйвинг кее вот именно таким способом вешать все объекты, которые работают от колена, в том числе всякие доспехи, ну вообще все, что вот какие-то шипы на руках и так далее и тому подобное. Потому что некоторые делают, берут, находят там средний угол между плечом и предплечьем и на него уже вешают доспех. Это неправильно. Доспехи так себя не ведут. Доспехи, к сожалению или к счастью, они нелинейны в своем движении вокруг колена, когда вы его сгибаете. Ну, во-первых, это связано с тем, что у нас может быть некий скининг другой и колено чисто визуально, этот доспех начинает торчать над коленом. Его нужно как-то скорректировать и так далее. Только драйвинг кейм. Так, вот мы это сделали. Сохраню. И с десятого по тридцатый инкремент четыре, так как кроссджойн не нужно, повесили на драйвинг кейм. Вот видите, теперь у меня рука висит на драйвинг кейм. Вот локоть. Видите, да? И скейл и ротейт его. Накручу, а то у меня складывается. А вот эти вот бицепсы тоже, но через joint and group. Сейчас разберетесь, сейчас покажу. Так, вот создались. Все то же самое, но через вот такую структуру. Не сама кость вешается на драйвинг кейм. А создается структура из... Во-первых, в плече, в его родители, создается пустая группка, которая ориентирована по плечу. И на драйвинг кейм повешена, собственно, пустая группа, которая повторяет это движение, внутри которой кость, к которой мы приделываем уже нашу косточку. Для чего это нужно? Это чтобы была возможность вместе с драйвинг кеем как-то ее проанимировать. Например, я хочу повесить на нее потом в дальнейшем этот... Блин, как он называется? Динамику там, джиггл какой-нибудь. Чтобы это у меня отрабатывало. Вместе с... Вместе со сгибом руки, чтобы еще и джиггл был. Ну или как-то дополнительно, если мне там по какой-то этой причине надо, чтобы мог бы вот так взять и скилить эту битку. Прямыми руками. Собственно, вот. Вот что мы получили. Ну, здесь прям вообще как-то... Как-то переборщил я с этим. С драйвинг кеем, если не ошибаюсь, это вот это, да? А, нет. Это скил. Сейчас мы разберемся. Чем мне еще не нравятся драйвинг кеи. Ну, вот именно, помимо... Так... Вот. Вот это, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Сделаю поменьше. Чересчур. Чем мне не нравится, это именно... Их тяжело потом, когда вы их сделали. Особенно если вы сделаете их несколько. На, допустим, на один тот же объект воздействует несколько драйвинг кеев. Их тяжеловато потом, если что-то надо исправлять. Замаешься это исправлять вот именно вот здесь, непосредственно в графиках. То есть, тяжеловато их тут вот разобраться, что к чему и от чего работает. Ну, ладно. Собственно. Сделали. Ну, пока на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Пишите вопросы. Что еще-то? Ну, собственно, и все. Все. До свидания. Пишите вопросы. Продолжение следует...